Короче говоря, друзья, я хочу сказать, что если вы хотите девушки особенно, чтобы у вас был такой молодой человек, как Максим Виторган, приходите в Бру-тренер. Ну, Виторган уже занят, но здесь можно найти и других, не менее любопытных персонажей. Сто процентов. А вот один из них сейчас лежит в этом, например, в гамаке. Я должен сказать, что Антон Хартистов, а это наш с вами учитель. Вот тренер. Того человека, который лежит в гамаке сейчас. Это самая лучшая часть нашей тренировки. Сейчас юноша будет окукливаться. Я предлагаю, вот вы видите, вот он уже, вот появляется бабочка. Спасибо, да. Собственно, нам, мне предстоит примерно тот же сейчас процесс. Это самая лучшая часть тренировок про тренеры. Это предтренировочная проверка функционального состояния. Где-то он в гамак поломестится. Но я использую, пожалуй, это сам, потому что это все толстоват. Мне все надо сбросить килограмм, конечно, не порвать. Так вот, самое главное, это понимать свое функциональное состояние. Перед началом у нас был такой хороший процесс, да? Да. В принципе. Я буду это делать сейчас перед тренировкой. На самом деле, это правильно делать утром и вечером. Перед тренировкой тоже нормально, хорошо. Почему? Ну, в принципе, да. Чем чаще делаешь, ты уже находишься в возбужденном состоянии. Вот я приехал после работы с пяти утра уже. На мотоцикле. Утренний эфир на мотоцикле. Я по этому московским пробкам, вы знаете, как нас водят на нервике. На таком, тем не менее. Итак, это занимает всего пять минут. Бросаю коврик. Антон, вам предстоит самая приятная часть парализонского балета. Налепить. Если можно, прихиндочить это ко мне. Давай. Минус вниз. Низ, минус наверх. Вот эта зона. Вот. Давай. Ага. Таким вот образом. Лепи. Все, мы приклеили. Нажали на кнопочку. Он заработал. Баньки. Баньки прилегли. Все очень просто. Берете, приклеиваете на свою волосатую грудь ритмер. Хорошую музычку в уши. Теплые одеяльца. И так проходит ваша замечательная тренировка. Ничего не понимаете, друзья. На самом деле, в спортивной науке, это называется знаменитая поза Шривасана. Поза трупа. Кстати, одна из самых сложных в йоге. Я очищаю свое и так не очень заполненное сознание. Итак, друзья. Убирай руки. Попробуй походить. Убирай руки. Что это такое? Ну, смотри. Для того, как мы будем с тобой бегать очень много в горку, то нам понадобится больше мышечных усилий для того, чтобы отталкиваться. Поэтому мы переходим на эту дорожку, когда нужно толкать ее своими мышечными усилиями самостоятельно, а не просто переставлять ноги. Сейчас мы это все видим в действии. Ребята, это полная херня. Обратите внимание, как просто про-тренер майнит биткоины. Вот так вот рабы приходят. Вырабатываем электричество. Вырабатывают электричество. Здесь даже ничего не загадается. А еще мало бежишь просто. Серьезно? Быстрее. Да я шучу, нет. Сейчас нам не важно. Твоя задача, главное, разогреться. Вот пять минут давай. Это немножко сложнее. Такое ощущение, как будто ты все время бежишь в гору. А что так быстро ты побежал? Я могу не быстро. А так как у нас там, скорее всего, будут подъемы, а они будут. Поэтому. Что-то меня как-то колбасит, вы знаете. Да, здесь лучше бежать все время в ровном темпе, без рывков. Все, что нам понадобится, как раз на дистанции. Команда должна бежать в ровном темпе. Как говорится, караван будет идти. Да. Я буду идти. Караван будет бежать. А я буду идти сзади. Отстающих мы не берем. Что-то вот так. Потихонечку давай вот так. Какие ощущения? Ноги сбиваются сразу. Это нормально. Отдыхалка, конечно, летит. С даже теми рваный темп. Икры прям чувствую. Все правильно. Так как половина дистанции у нас будет, это не асфальт, а это будет, скорее всего, какая-то грязь, песок и так далее. То есть рассчитывай так, что 5 километров придется уже толкаться ногами. В горку? И в горку, и в подъемы. Поэтому икроножные мышцы нам точно пригодятся. Ой, у меня, кстати, есть, смотрите. О, 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 остатки былой роскоши. Давай пару минут еще. Давай, давай, давай. Слушай, что-то... Неудобно. Все время стараюсь немножко наступать наверх. Ага. Чтобы ее разгонять. Понятно. Да, икорка-то пошла. Задняя поверхность бедра очень хорошо включается. Я чувствую. Подгружается. То, что мы видели сейчас на футболе все время. Люди хватаются за заднюю поверхность бедра. Дернул. Катайся, катайся. По-неймаровски. Извините, не добежал. В таком же темпе будем бежать? Небыстро? Ну, тренировки пока в таком темпе. Бежать будем, естественно, от того, как будет подготовлена команда. То есть, так как у нас командный вид, соответственно, и... Не пугай. Темп будет командный. Фу, забил. За сколько сейчас километра бежишь? Ну, я бегаю по 8-10 за час. 11, где-то 10-11. Ну, что, дальше? Все, хорош. Согрелся? Да. Пошли. Смотрите, ребята. Итак, всего 5 минут тренировок про тренеры. И какие у вас сразу икроножные. Смотрите, о. О. Вот. Что творят? Давай-ка. Это масса. Это масса. Да, это зубкинки. Так как у нас будет много всяких препятствий, и они будут совершенно не гладенькие, не ровные. Да, баланс, баланс. Да, поэтому это как будет у нас сейчас еще и разминка, а в то же время уже как упражнение. Твоя задача, так как ты еще любишь ноги очень тренировые, ты делаешь 20 выпрыгиваний. Из неполного. С паузой, да, из неполного приседа, но с паузой внизу. Ты должен немножко задержаться в нижней точке, выпрыгнуть вверх. Давай, готов. Для меня это самое ужасное упражнение, потому что я большой. Это на баланс, на стопы и на ноги. Для высоких, тоненьких ножках это ужасно. Ну и немного кардио еще будет. Давай. Сели. Эй! Секунду, секунду. Ты меня рукой не заденешь. Друзья, вы видите, мы с вами находимся на одном уровне примерно. Давай. Раз, застыл. Поехали. Пауза. Двадцать. Так. Давай, еще пятнадцать. Я еще тринадцать. Ну ты там в три раза упал. Блин, ну что? Смотри, каждый раз, когда ты вот падаешь с босса, два лишних выпрыгивания. Давай. Хорошая мотивация. Так, друзья, на этом и закончится наша тренировка. Тридцать минут прыжков. Да. Так. О, смотри, сразу как стал прыгать. Не падает. Борется. Вот там так же будет, кстати. Да ты что? Да, упал, заново полез на стену. Хорошо, молодец. Следующий элемент нашей тренировки, это будет подтягивание. Так как тебе придется, ты у нас высокий, будешь подсаживать девушек. А я не буду подтягиваться там? Ты тоже будешь подтягиваться. Сначала ты должен подтянуться, потом затащить кого-то. Либо сначала кого-то закинуть, а потом... А может быть кто-то закидывает меня? За ноги, за руки. Так, смотри. Ты делал сейчас узким хватом подтягивание. Второй раз ты поднимаешь ноги. Пресс. Опять. Подтягивание. Пресс. Давай. Снимаешь на мобильничек, да? Это для моих подписчиков. Так вот, я должен сказать, что иногда надо сказать нет. Это очень важно. И уйти гордым с тренировки. Давай. Почему не делать высоких турников для высоких людей? Ну, надо вот... Шесть раз сделай. Давай, подтягивай колени. Колени. О, молодец. Раз. Ну, че, надо мной издеваешься, ну хватит. Еще давай три. Можешь с отдыхом делать, как хочешь. Те, кто будет тренироваться по данной программе, соответственно, то же самое. Вы должны, не обязательно вам сделать шесть раз за раз. Сделайте, как Виктор. Сделайте, как Виктор. Шесть за час. Да? А в следующий раз уже за полчаса. Глядишь, так и подтягиваться научимся. Окей. Ну, видел, я в прошлый раз-то один подтягивался. Да, кстати, мы начинали-то вообще. Так. Петли. Силовой баланс. Мы это тоже пробовали уже на тренировках. Давай. Переседание пистолетиком. Садишься, встаешь. Без прыжков. Твоя задача опуститься вниз, подняться вверх. Полностью, да? Да, таз практически максимальный. Это я знаю, да. Ноги наши все. Ребята, скажу честно, это, то есть в смысле, это хорошо работает для подкачки ягодичных мышц, грушевидных и прочих. Поехали. Ногу вытягивай. Встаешь. Раз. Давай, двенадцать. Молодец. Два. Еще два, давай, давай. Сейчас. Супер. Все, расслабил ногу и вторая нога. Сейчас, а здесь полотенчик? Есть. Сейчас. Вот и на нее. Хорошо? Самое тяжелое, с ног начал. Пока силы есть. Спасибо большое. Слушай, если что-то идет тяжело, ну, бывает такое, какие-то группы мышц, когда они доработаны, делаем паузы, готовимся. Паузу можно делать, нормально. Потому что ты же рекомендуешь работать в транзитных зонах, то есть без... Нет, наша задача подойти к соревнованиям таким образом, чтобы быть в наилучшей форме именно к этим соревнованиям. У нас нет такой задачи, чтобы в течение первых, двух, недель, трех убить организм так, чтобы потом ты только бы успел восстановиться. То есть мы будем потихонечку немножко наращивать объемы, силовые возможности и выйдем к соревнованиям в наилучшей своей форме. Гад даже не запыхался, вы понимаете? Давай. Ужасно. Четыре. Все, молодец, молодец. Это отделы были. Так. Заргут. Теперь у нас будет пресс, планка. То, что нам необходимо, опять же, для длительного забега на 10 километров с препятствиями. И мы опять будем подключать нестабильную поверхность. Это делается для того, чтобы приближенно, как сказать, к боевым условиям. Из этого положения в планке на мяче надо подтянуть колено до касания с мячом. Будем делать 20 раз. Покажите еще, пожалуйста. Не, я просто не понял. Издевается тоже. Смотри. Смотрите, и сверху вылезете на бутылку. Продавайте. Вот как это происходит. Ура! Ну давай. Теперь ваша очередь. У меня душит смех. Чего? Давай, колено. Мотовы в планки. Потягивай. Три, четыре, пять, шесть. Еще 10. Стой, 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 стой. Ну, заваливай. Не торопись. Давай. Так. Справился, то есть, да? Как-то. Хорошо. Так, далее. Мы будем отжиматься и будем считать, это было у нас подготовительным упражнением. Опять мы встаем в планку. Опять, используя тренажер 3x. Смотри, Витя, делаешь отжимания, подтягиваешь колени. Смотри, так как многие упражнения будут новыми для наших, так сказать, подопытных, как восстанавливать быстрое дыхание, если сбился? Либо просто немножко походить, либо сделать какой-нибудь вид стретча, растягивания, то есть потянуть мышцы для того, чтобы быстрее восстановиться. Вот, допустим, после планки ты тянешься вверх, растягиваешь брюшные мышцы, тем самым потом отдыхаешь, сбрасываешь руки, восстанавливаем дыхание. Ну, а ни в коем случае не садиться и не сидеть и не ждать, пока восстановишься. Так, ну что, пробуем? Так отдыхал, что устал, да? Ужасно устал. Вообще не спал два дня. Это, кстати, сразу заметно. Да. Так что ты вот скажи всем, кто будет с нами заниматься, нужно обязательно соблюдать режим дня. То есть нужно как следует высыпаться, нормально питаться, выполнять физические упражнения регулярно. Не так, как, да, вот сейчас у нас было до этого. Но будем надеяться, он решил отоспаться сейчас, во время тренировки. Рассказывайте. Как корабли браздят. Давай. На фоне Антохи даю все показания. Давай, Антон, нет, а ты что-то рассказываешь в камеру, например. Антон дает... Ну, нужно восстанавливать силы и отдыхать. Ну, то, что сейчас демонстрирует Виктор, это... Это не на тренировке. На тренировке так делать не надо. То есть это нужно делать вот все наоборот. То есть в 11 вечера нужно ложиться, а не куролезть, чтобы подготовиться к соревнованиям, на самом деле. Да. Это будет... Я на фотку работал. Хорошо. Я готов. Давай, упор. На руки. Я вам показывал упражнение, которое я называю... Вот это я буду называть так Ким Карадашьян. Понимаете, вот это упражнение. ТРХ, то есть прорабатывается кор, неподвижная основа, плюс плечи, руки, все, что все тело практически работает. Знаете, вот чем хорош Виктор? То, что в теории, в принципе, он вообще все знает. То есть его вообще вот завалить бесполезно. Какой-то вот вопрос, но любой даст ответ. Перейдем к практике. Пожалуй, не будем. Значит, давайте я сразу покажу, потому что если вы работаете в одиночку, никогда не пробовали, очень больше всего сил тратится на надевание ТРХ. Вот этих петель на ноги. Ой, я обычно, ты знаешь, понижно делаю. Давай. Они уже на пределе, да? Не-не, нормально, по твой росту хорошо. Встаете на колени. На самом деле здесь есть более эффективная техника одевания, просто я ее не показывал специально Виктору, для того, чтобы он тратил побольше калорий. Вот все отлично. Во время своих тренировок. Сколько, 10? 12 было у нас. Почему 12-то все время у тебя? Не 8, не 10. Почему такое-то число? Ну, это ближе число 12, ближе именно к силовой выносливости, чем к развитию силы. Чем к силе каждого. Да, нам сейчас выносливость потребуется больше. В идеале, конечно, чтобы ты делал 20-25, но сегодня мы сделаем 12, так как было нарушение у нас спортивного режима. Да, неоднократно. Итак, поехали. Отжался. Хорошо, раз. Сейчас так 25 сделаешь. Не, вообще здоровье у Виктора есть, если честно. Я буду звать его Кардашин. Осталось только... Да. Да. Так, молодец. Хорошо. Мы будем продолжать сейчас работать на мышце брюшного пресса. Но мы сделаем это, опять же, немножко в силовом режиме, так как силовые способности во время этой гонки нам тоже пригодятся. Так, ну давайте возьмем сегодня 10 килограмм. Смотри, Виктор, ты делаешь 5 раз сгибание туловища. С жимом. С жимом. 5 раз сделал, ноги поднял вверх. Делаешь 10 скручиваний. Опять ложишься вниз и еще одну серию делаешь. 5, 10. Все очень просто, Антон этого не знает. Просто увидел это в интернете. Сегодня буквально. Сегодня буквально. С утра выдает за свое. Значит, здесь... Ну надо же было подготовиться как-то к твоей тренировке, поэтому... Да, смысл в том, что пресс очень длинная мышца. Сами знаете. И низ, и верх, и середняя часть. Рабатываются по-разному. Сейчас мы причем делаем, мы работаем сейчас на верх, на как бы внешний пресс. Я еще выстилаю еще и мышцы, да? А немножко тренируются по-русу. Я смотрю, ты тоже подготовился, да? Да, да. Тоже интернет себе не читал. Ну ладно. И смысл вначале, конечно, первым махом. Первые 5 раз мы качаем верхний пресс, второй, нижнюю часть в статике и косые мышцы пресса на скручивание. Ноги согни немножко. От груди толкай, от груди блин. От груди? Опускаешься снова вниз и повторяешь серию. Поехали. Снова. Могу дать 5, блинчик. 5. 5 было бы 10. Что это, сулочь? Давай, ты же большой у нас парень, поэтому с 5 килограммами ты бы плохо смотрелся. Молодец. И потянулись. И потянулись. Давай, ноги вместе сделай. Стой, нет. Согни. Колени вместе. И опускаешь колени в одну сторону, в другую. Руки в сторону. Все. Растягиваем поясницу. Только если у вас нет травм в поясничном отделе. Ну да. И погрыз аккуратно. Можно это же делать. Так. Так получше. А еще есть волейбольный мяч? Нет? Я вам показал тебе. Как это надо делать на самом деле? Ну есть, да, такие вот. Хочешь попробовать? Легко. Кидай. Если он тебе подойдет. Но он не... Упражнение от Виктора. Ну я могу показать много. Здесь мы прокатываем. Позвоночный столб встает на место. И на подвижной основе ваши задачи делать. На волейбольный лучше. Вот. Потому что... И держать его под попой сохранять. Потому что... Ну в общем, ты понял? Да, я понял. Туда-сюда и катаешься. Вплоть до... Это просто плохо катается. Да, да, я понял. Так. Ок. Теперь давай с тобой. Всего где-то 10 упражнений за тренировку. Два круга. Два-три круга, как пойдет. Мы сделали сколько? Шесть. Так, смотри. Теперь следующее тоже важное упражнение. Так как вы будете опять же работать командой. И будете друг другу помогать. Снимайте видосы. Делаем пока пустым грифом. Видите, 20 килограмм. В итоге будем рассчитывать, что это будет килограмм 50. То есть, ну, примерно вес... Да. Девушки. С хорошей фигурой. Девушки со вторым размером бюста. Со спортивной фигурой. Метра 73. Согласен. Говори. Смотри, делаешь тягу, жим. И снова опускаешь вниз. Ага. Рывок, толчок. Давай. Ну, очевидно, что это известная история. Это недовариант становой тяги. Одного из вариантов. Одного из видов. Ну, это ближе уже к тяжелой атлетике. Ну, это чистит тебя толчок тяжелоатлетический. Руки на ширине. Блин, уже. Палец. Берись за риску. С твоим ростом где-то вот здесь. За риску, да. Отойди от стойки. Итак, что я делаю? Небольшой наклон вниз. Вот, вот. Вот-то спинку почувствовали? Да. Тянешь. И вверх. О, молодец. Подседаешь. Локтями тянешь вверх. И также локтями опускаешь вниз. Одним движением стараться сделать? Да. Нет, толчок. Тяжелопедка. С паузой, с паузой, с паузой. Сколько? Семь. Сколько? Еще два сделай. Хорошо. Ставь. Так. Легко? Ну, более-менее. Непривычно я не делал этого. Давно очень. Хороший, хороший. Для меня самое достаточно. Ну, если делать в темпе. Давай. Для эстетики поработаем немножко еще. Бицепс. Дело в том, чтобы обратить внимание. Антон, покажите еще раз. То есть икра ножны мы уже сверили. Дело в том, чтобы локти были дальше. Вот это уколы. Потому что Антон, очевидно, делает неправильно. Задача, чтобы локти были дальше. Вот здесь самая тяжесть будет. Вот. Вот тут. Да, да. Легкий вес просто. Ну, согласен. Давай. Тут хват чуть поуже. Да, наверное. Смотри, здесь зависит от твоего локтевого сустава вообще, да? Насколько ты вот выворачиваешь руки, когда ты держишь обратным хватом. Соответственно, да. Так, чтобы было удобно твоим суставам. Поехали. Сколько раз? Давай тоже пока сегодня 12. Да. Немножко в бицухе усе, усе. Так, так, так. Давай. Фоточку. Фоточку. Попку немножко назад. Вот локотки чуть вперед. Пониже угол. И до груди. Все-таки же вот эта школа олдскул, она вот отразилась. На физподготовке. Виктора. Ну, молодец, молодец. Отлично. А теперь это была разминка. Перед, как бы, следующим упражнением. Давай, мы сделаем с тобой. Опять будет у нас... Нет! Еще нет. Нет! Нет! Не снимайте это. Смотри. Сейчас будет опять у тебя участвовать бицепс. Но теперь в статике. Ты будешь держаться вот в этом положении. Да. И подтягиваешь колени к локтям. И так, повторяющаяся у нас традиция, я называю это упражнение полное кейм-карадашья. Часть 2. Да. Часть 2. Просто полное. Для таких двухметровых, как я. Смотрите, конечно, Антон делает неправильно. Но он уже забил мой бицак. И просит сейчас его добить окончательно. Чего я тогда тут так выпендривался? Понимаешь, во время гонки так всегда и происходит. У тебя мышцы забиваются, а тебе надо еще что-то делать, еще более тяжелое упражнение какое-то. Так что давай. Сколько? Я немного не сделаю. 6-8. Да не ты что, самосад шел. 6-7 прошел. Давай, все, повис. Висишь на руках. Я вижу. В колени. Я вижу, да. Сейчас, скользко. Что делать, если скользко, Антон? Смотри, берешь вот так руки на пол. Собираешь всю грязь, вообще всю грязь собираешь. Там, где пыль, где побольше. Смотри, сюда залезаешь. Давай. Это маленькие спортивные хитрости. Как говорил Латин, не течешь масла чем-то. О, нормально. Смотри, раз. Два. Старайся не раскачиваться. Да знаю я. У меня же вещь. Я вижу. Молодец. Молодец. Хорошо. Супер. Так. Еще одно твое любимое упражнение. Сейчас мы делаем боковую планку. Давно не делал, кстати. Но опять мы сейчас будем с тобой немного уменьшать площадь опоры. Одна рука будет за головой. Ты должен подтянуть колено к локтю. При этом сделать небольшое скручивание. Ты делаешь по 12 повторений на каждую сторону. Да. Главное, это не тратиться. Все должно делаться очень... Мы же правильно работаем. Если вы устали, можете присесть чуть-чуть. Это потом нам покажет твой прибор. Да. Устал ты или не устал. Я согласен. Поэтому здесь как бы без обмана будете. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Очень тяжелый микрофон у меня. Да, тянет вниз. Я как будто с утяжелениями. Ну, видите. Так. Что я делаю? Нога на ногу ставь. Так. Рука за голову. Ой, извините. Ногу на ногу прям ставь. Вводи. Да. Хорошо, давай. Еще шесть. Еще пять. Ладно. Ты знаешь, что счет тренера, он самый точный. Знаю, да. Так же, как и его часы. Давай. Зачем? Зачем я это придумал? Сейчас. В общем, важно, что нога на ноге. Именно так сложнее. Четыре. Молодец. Я знаю. Так, сейчас мы как раз будем повышать выносливость Виктора. И наказывать тех, кто плохо тренируется. Про жанку. Да. Так, смотри. Методики про тренера. Они работают? Да. Самое главное. Какие бы они ни были унижающие и болезненные. Так. Ты сейчас делаешь вот таким вот образом. Давай. Смотри. Сейчас мы будем имитировать с тобой бег под нагрузкой. Ты бежишь с работы рук, поднимаешь высоко бедро. При этом я тебя немного удерживаю. Только сильно не убегай. Хорошо. Я могу накинуть петлю на что-то. Ты весишь больше меня, поэтому ты наверняка меня утянешь. Готов? Да. Давай, побежали. Беги, беги, беги. Давай, вперед, вперед, вперед. Убегай от меня. Убегай. Пошел. Быстрее. Давай, еще вперед. Двигайся, 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 убегай. Убегай. Вперед, болт. Вперед. Хватит, сто. Мировой рекорд. У меня упало все. Как дыхание? Нормально. Сколько должно длиться ускорение? Слушай, ну у всех по-разному, но примерно от полминуты, от 30 секунд до минуты, это нормально. Потому что здесь кажется сначала, что вроде бы достаточно легко, но дыхание достаточно сильно сбивается. Давай сейчас после интенсивного упражнения мы снова сделаем пресс. На этот раз мы уже будем делать с собственным весом, но с нестабильной поверхностью. Опять же, где наш мяч? Фитбол. Из положения планки. Подтягиваем колено опять к локтю, возвращаемся в исходное положение. Нормально, потеть начал, смотри. Это просто вода. Это просто вода. Я облился. Кстати, к вопросу о воде. Как ты считаешь, нужно ли пить в течение тренировки? Пить нужно обязательно, но опять же небольшими порциями, да. Один-два глотка где-то в течение там, ну, 10 минут. Воду, воду надо пить. Воду, воду. Я возьму, спасибо. С лимончиком. Сколько у нас еще упражнений? Сколько у тебя сил? Давай так же. Я понимаю, не убивай меня полностью. У меня важная встреча еще и мне еще в Питер ехать. Ну, давай. Ставим планку на руки. Что говорит Виторган по этому поводу? Что? Ему все нравится. А, да-да-да. А, Оля. А, Оксана. Оксана. И мой Саша Цыпкин. Понимаешь. У каждого своя методика как бы отвлекать тренера во время занятий, чтобы минимум сделать упражнений. Понятно. Поэтому вы здесь все как бы вот прям лидеры там, да. Все-таки же талантливые люди, они везде талантливые, знаешь. Не говори. Ладно, поехали. Ну, давай. Давай, колено к локтюку противоположному. Раз. В одну сторону все время? Меняешь. Два. Двадцать. Какие двадцать? Антон, ну что ты? Ну, не издевайся. Давай, давай. Ну, какие двадцать? Держи. Держи мяч ногами. Не торопись. Быстро не надо делать. Давай. Дубль два. Четырнадцать я уже сделал. Ты когда успел посчитать? Я быстро считаю. На вскидку. Да, на вскидку. Не торопись. Да ну что? Ногу поставил, подержи немножко. Да ну не могу. Ну, падай. Антон, тяжело тебе, я тебе говорил. Давай, стой. Ставь ноги на мячик. Стой. Да ну не держи его. Давай, давай, давай. Не, я его не буду держать. Ты просто поставь сначала. Ты не надеешься, что я его буду держать. Так, все, просто поставил, да? Да. Оставь прямые ноги. Держи, держи. Не могу. Ну все, живой. Ну устал. Давай, просто сейчас смотри. Положи голень на мяч. Голень. Да. Прямые ноги. Поднимаешь таз вверх. Спасибо тебе. Спасибо тебе, добрый человек. Будем считать, что это облегченный вариант. Ну да, так того. Читай мне сразу планка, скрутка на подвижной основе. Сумасши? Не, а как хотел. Ты с трудом это делаешь. Какие цели, такие тренировки. Давай. Цель поставил, давай, тренируйся. Что ты там, позорить будешь? Всех. Страну. Да. Я не Федор Смолос. Я Артем Тлюба. Видишь, как мотивация такая. Молодец. Давай немного потянемся. Садись. Смотри, вот, смотри, пот пошел. Я доволен. Пот есть. Да, нормально. Тренинг, не садись. Садись. Давай. Ложись. На, возьмись за концы. Ногу одну вверх. Берись просто. И начинаешь потихонечку выпрямлять ногу. Растягиваешь заднюю поверхность. Вот. Все, все. Только без каких-то усилий. Стараешься, наоборот, расслабиться сейчас. Все, думай о чем-нибудь приятном. О чем ты думаешь, приятный? Все закончилось. Потихонечку начинаешь выпрямлять ногу. Потихонечку, да, давай. Так, меняй ногу. Ну да, зато здесь тянется чисто задняя, а не задница, когда вы тянетесь вот так. Ну так больше, да, и поясница тянет. Здесь нам нужно сейчас пока заднюю больше. Да, ну здесь там чисто нога. И нужно приготовиться, чтобы в следующие разы тренировки на ноги будут немножко больше, потому что все-таки же, как ни крути, бежать нужно 10 километров, и нам перейдется зашагивать, перепрыгивать, бежать в гору. Поэтому ноги будут важны для нас. Так, хорошо. Теперь давай, оставайся, сидя, две ноги сразу вместе, соединяй. Я могу здесь? Да, все, тянись. Ноги выпрямляй. Хорошо, тянешься. Можешь без нее сделать, да? Да. Ну я двумя. Пошли. Надо отпустить пяточки чуть-чуть, чтобы и корки тоже забились, плохо тянутся. Давай, переворачиваешься, делай собаку мордой вверх, собаку мордой вниз. В динамике делай 3-4 раза. С небольшой паузой внизу и вверху. Я забыл, так? Давай. Я забыл, когда я никогда не делал. Ноги выпрямляй в планку, вставай на руки сначала. Теперь опускай таз, да, плечи назад, посмотри немножко вверх. Все, молодец. Тинет сверху. Хорошо. Теперь максимально вверх, пятки тяни к полу, прогиб поясницы. Все, давай, еще повторяешь, опять вниз. Тут таких собак надо. Собак. Известный собачник. Еще раз потом сделай так же. Молодец. А у тебя плечи растянутые? Нет? Вообще? У меня плечевые суставы, да. Больные? Так, сходишь? Работаю над этим. Подвижность плохая. Плохая подвижность плеча. Вот специально тоже. У тебя слабая выносливость, а у меня вот, допустим. Так, садишься так. Я так. А? Не могешь? Не знаю. И сюда вот. Не, не, не. Во. Не, ну просто руку. Просто. Просто. Во, да. Не выдержит. Вот. И сюда вот. Я обещаю, я буду над этим вылезать. А? Вы видели? Вы видели? Феоктистов не может сделать. Ох, я тебя, Валь, ох, я тебе для тебя страшные вещи приготовил. Ну что, заминочка что? Давай на дорожку сейчас. А? Пять минут бега. Какое соотношение обычно разминочной, разминки на дорожке и заминки? Ну, смотри, по идее, под наши цели и задачи разминку нужно делать более длительную. Это минут 10-15. Бег ходьба? Ну, в нашем случае лучше, чтобы переходить уже на бег. Сколько? На легкий темп. С какой скорость? Слушай, достаточно даже 7-8. 7-8, да. Ставится скорость. А средний темп дистанции какой будет там? А это будет зависеть... Это важно, это важно. Да, это будет зависеть от наших тестов и ту информацию, которую я буду собирать от твоей команды, от каждого участника. Мы будем... Выберем где-то за 2-3 недели уже рабочий темп нашей группы, которая будет бежать. То есть это уже будет, понятно, ближе как бы к нашей цели. 10-11-12. Ну, желательно где-то хотя бы, я думаю, примерно темп, это 10 км в час. Да, прошу. Ну, я бегу 11 специально. Ну, 10-11, потому что там у нас будет рваная работа, ты понимаешь, да? Что будет там... Где-то вы будете чуть больше отдыхать, потом нужно будет ускоряться и, условно говоря, бежать 11-12, наверное. А где-то будет замедляться совсем, там вы будете успевать восстанавливаться. А вот заминку, по идее, нужно делать, опять же, более длительную. Ну, где-то минут по 30, я думаю, точно. Но сегодня ты сделаешь 5 минут. Да. Ну, я понял. Я не знал, что такую большую заминку. Я обычно тянусь 5 минут. Но все-таки же нам бежать 10 км, поэтому... Либо нужно для этого, естественно, отводить отдельные тренировочные димп, которые именно кардио, ну, в принципе, то, что ты и делаешь, да? И там уже действительно нужно уже бегать от, допустим, от 50 минут до часа, я думаю, это классно. Ну, давай, что? Давай, вставай. Здесь уже сегодня, сейчас уже не будем? Это крутая штука, конечно. Очень. Я ее не пробовал никогда. Вставай. Сейчас минуту просто пройдись. Сейчас минуту пройдемся и потом перейдем на легкий бег, на восстановление. Заминку делать обязательно для того, чтобы быстрее восстановление шло. Бежим с пятки или с носка? Ну, смотри, на самом деле для тебя сейчас важно как бы ставить на всю стопу, но не втыкаться пяткой в дорожку. На всю стопу и потом затем уже переносить вес тела на переднюю часть стопы и уже толкаться с передней части стопы. Потому что вес у тебя все равно, как бы сейчас сколько? 111, по-двашему, поверим. Ну, я немножко наел. Пока на передней части стопы бежать. Ну, пока не надо. Еще минуту бежим, потом полминуты пройдешься. Посмотрим, что ты как сейчас вообще. Тяжеловато. Тяжеловато, да? Ну, спать надо, слушай. Все, и полминуты еще идешь. Ну, ладно, сегодня для тонуса поработали. Немножко пропотел. Хорошо. Спасибо. Чтоб вы понимали. Собственно, так вот была. Выглядела простая, водная, маленькая, легкая тренировочка от Антона Фрактистова. Просто здесь жарко, наверное, да? Просто здесь ЖК вот тогда. Лето все-таки влажно. Самое главное, что все, что мы делали сегодня, это еще, во-первых, неполная тренировка. Во-вторых, это всего один круг. Как правило, на тренировке у нас два, потом три круга. Собственно, все. Ну, кардио часть немножко побольше. Ну, кардио часть еще минут на 20 побольше. Антон, подержите, пожалуйста. Просто, чтобы вы поняли, еще раз, что такое легкое в один круг, напоминаю, еще раз, тренировка с Антоном Фрактистом, вот такая вот. Вот видите? Ага. Она же еще не выжимается. Она не выжимается. Слушай, второй круг. Подготовьте, пожалуйста, мой волшебный прибор. Насильник. Что я хочу сказать? Ну что, ребят, чудовищное совершенно дело занятия спортом, особенно для таких физически неготовых людей, как я. Мы же, в принципе, присядем, нифига не знаем. Вот, благодаря моим друзьям из компании Ритмер, которые вот придумали каким-то удивительным образом такую маленькую фигульку, которую можно прилепливать, а лучше цеплять на провод, если у вас грудь еще более кучерявая, чем моя. Знаете, что я скажу? Я так вот могу сказать, что это моя совесть, и это прибор, без которого я свой, уже сейчас не мысли даже, ну, не только свой тренировочный процесс, но свою жизнь, потому что он, ну, он просто показывает в каком-то функциональном состоянии. Должен честно сказать, я был тут три дня за границей, смотрел футбол, приехал, у меня сегодня тренировка с тренером, он сразу у меня раз на пять минут чпок перед тренировкой, включил, говорит, стричок, извини, сегодня в полноги. Потому что это, вот это, вот у меня есть такой, знаете, еще обычный, спортивный, вот этого обмануть как нифиг делать, а этот тебе продается по трохам, вот еще по шести чуть-чуть, по-моему, позициям, да? По шести, по шести позициям, плюс он даже показывает, сколько у меня сил осталось. Вот он сейчас показывает, что сил у меня не осталось, что более-менее сердечко еще куда не шло, но тренировка прошла впустую, потому что организм на низком цикле восстановления. Поэтому, по традиции, согласно показаниям ритмера, я сегодня делаю отдельную специальную набутовскую тренировку. Не шумите, пожалуйста, здесь. Человек тренируется. Ой, дайте мне мое приложение, я потом сниму показания, вот там вот где-то он лежит. А, нет, он у меня в кармане, все в порядке. Ой. Моя совета запущена. Спасибо, ритмер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!